В этом году пресс-конференция по подготовке и проведению международного фестиваля «Белая вежа» прошла намного раньше обычного. Организаторы объясняют это тем, что в 2018-м программа сформировалась быстрее. Желание участвовать в 23-м форуме искусства изъявили более сотни коллективов. Для показа же Брестской публики отобрана лишь пятая часть. Как всегда, афиша пестрит яркими именами и отличается широкой географией. 2018-й стал для Международного театрального фестиваля годом экспериментов. В этот раз участие в форуме искусства принимают не только взрослые, но и дети. Мы в этом году впервые, хотя эта идея зрела давно, приглашать некоторые хорошие или лучшие коллективы, которые работают с детьми и юношами, с подростками. Очень много есть интересных театров, которые занимаются именно театральным творчеством с подростками. В этом году у нас таких театров будет четыре. Впервые в афише спектакли «Вожди». Их трансляция пройдет в кинотеатре «Беларусь». Зрители увидят постановки «Кармен» и «Гамлет» из Лондона. Там съемки со спецэффектами и прочее. Это практически, но полностью передают атмосферу спектакля. Я думаю, что Брещан это заинтересует. Из года в год Международный театральный форум приобретает новых поклонников. Учитывая этот факт, сегодня прорабатываются возможности показа спектаклей в других городах Брестской области. Мы сейчас еще время у нас есть. Мы сейчас дорабатываем вопрос, по которому мы могли бы распространить деятельность Белая Вежда не только на город Брест, но еще где-то показать и в других наших ближайших городах. Тем более, вы знаете, что в Беларуси есть такая программа городов-спутников, поэтому культура должна обязательно присутствовать и там, и высокая элитарная культура, которым славится Международный театральный фестиваль. Завершать фестиваль будет новая постановка Брестского академического театра драмы «Невольницы», которая уже успела обрести определенную популярность у горожан и гостей областного центра. Кстати, чтобы стать участником одного из крупнейших культурных событий республики, нужно поторопиться. Билеты уже в кассах и на онлайн-продажи.